Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни». Девятая утренняя прогулка Записано 13 мая 1973 года в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес. Шрива Прабхупаду сопровождают доктор Синг, Каранхара Дас Адхикари и другие ученики. Эволюция от человека к собаке Шрива Прабхупада Так называемые ученые верят в липовую теорию. Кришна говорит «Я источник всего сущего». Кришна — это жизнь. Кришна — не мертвый камень. Доктор Синг. «То есть материя происходит из жизни», — Шрива Прабхупада. «Да, и материя произрастает на жизни. Мое тело растет на мне, духовном душе. Например, я надел это пальто, скроенное по размеру моего тела. Но я был бы глупцом, если бы считал, что я — это пальто». Ученик. Шрила Прабхупада. «Минералоги доказали, что горы растут в результате осадочных процессов. Обусловлен ли и этот рост присутствием духовной души?» Шрила Прабхупада. «Да, в Шримад-Багаватан горы называют костями Бога, а траву — волосами на его теле. Стало быть, в этом смысле у Бога самое большое тело». Доктор Синг. Шрила Прабхупада. «В чем разница между переселением души в телах животных и переселением человеческих душ?» Шрила Прабхупада. «Перевоплощение животных происходит только в одном направлении — по восходящей. А люди могут перевоплощаться как в более высокие, так и в более низкие формы жизни. Живое существо получает тело в соответствии со своими желаниями. У низших животных желание только одно, а у человека тысячи и миллионы желаний — и животных, и человеческих. По закону природы, низшие существа эволюционируют от животных форм к более высоким, человеческим формам. Но если, попав в человеческую форму, вы не развиваете в себе сознание Кришны, то можете вернуться в тело кошки или собаки». Нирвана. Доктор Синг. «Ученые не располагают данными о том, что с человеческого уровня можно идти как вверх, так и вниз по эволюционной лестнице». Шрила Прабхупада. «Поэтому я и говорю, что они мошенники. У них мало знаний, но тем не менее они претендуют на то, чтобы называться учеными». Истинная наука изложена в Бхагавадгите, где Кришна говорит, «То, чему человек поклоняется в своей нынешней жизни, определит вид тела, которое он получит в следующей жизни». Но тот, кто поклоняется Кришне, полностью завершает процесс перевоплощения. Когда человек попадает в мою высшую обитель, он никогда больше не возвращается в этот материальный мир рождения и смерти. Возвышение до духовного мира — высшее совершенство человеческой жизни. «Прочтите Бхагавадгиту. Там все есть». Но ученые не имеют ни малейшего представления об этом. Они даже не верят в то, что помимо этого грубого тела есть еще и живое существо. Доктор Синг. «Они не говорят о живом существе. Они говорят только о телах». Ученик. Их концепция чем-то похожа на буддизм. Буддисты говорят, что тело подобно дому. Как дом строят из дерева, так и тело строится из химических веществ. А когда тело умирает, оно подобно разваливающемуся дому. Как дом превращается в древесный хлам, переставая быть домом, так и тело становится просто набором химических веществ, и его больше нет, а значит, нет и жизни. Шрила Прабхупада. Это состояние называется нирваной. И тогда из составных частей можно построить другой дом или другое тело. Это буддизм. Буддисты не располагают никакими знаниями о душе. Судьба и карма Ученик. Некоторые ученые утверждают, что в каждом теле несколько душ. В качестве примера они приводят земляного червя. Если вы разрежете его пополам, обе части будут жить. Они говорят, что это доказывает, что в первоначальном теле было две души. Шрила Прабхупада. Нет. Просто дело в том, что новая душа вошла в другую половину тела червя. Доктор Синг. Обязательно ли духовная душа должна иметь тело, духовное или материальное? Шрила Прабхупада. Душа уже имеет духовное тело, находящееся под покровом материального тела. Мое материальное тело растет на мне, в моем духовном теле. Однако мое материальное тело противно моей природе. Настоящее тело духовное. Я воплощаюсь в различных телах, неестественных для меня. Мое истинное изначальное состояние — быть слугой Кришны. До тех пор, пока я не займу снова это положение, я буду оставаться слугой материи и, по законам материальной энергии, буду воплощаться в одном материальном теле за другим. Получу одно тело, затем оставлю его. У меня появляются новые желания, и тогда мне предоставляется новое тело. Этот процесс проходит в соответствии со строгими законами материальной природы. Люди думают, что являются хозяевами своей судьбы. Но они всегда находятся под властью закона кармы, действующего в природе. Под влиянием трех гон материальной природы, сбитая с толку духовная душа полагает, что совершает действия, которые на самом деле выполняются природой. Причина заблуждения живого существа в том, что оно отождествляет себя с телом. Слово «янтра» — машина, означает, что какой бы биологический вид это ни был, мы странствуем в телах, которые подобны машинам, предоставлены нам материальной природой. Иногда мы движемся по направлению к более высоким биологическим видам, а иногда к более низким. Но если по милости духовного учителя и Кришны человек получает семя преданного служения и взращивает его, он может вырваться из круговорота рождения и смерти. В этом случае можно сказать, что его жизнь увенчалась успехом. В противном случае он вынужден будет странствовать, то поднимаясь, то опускаясь, по различным биологическим видам, становясь то травинкой, то львом и так далее. Рекламируя невежество как знание Ученик Итак, наше желание наслаждаться приводит к тому, что мы вынуждены воплощаться в этих материальных телах, а наше желание достичь Кришны приводит нас в наше естественное состояние. Шрила Прабхупада Да, доктор Синг Но похоже, что мы постоянно боремся со своей низшей природой. Мы все время боремся со своими желаниями удовлетворять чувства, хотя и хотим служить Кришне. Будет ли это всегда так? Ученик Это тело действует почти как внутренний диктатор. Шрила Прабхупада Да Это значит, что вы находитесь под строгим контролем материальной энергии, то есть Майи. Доктор Синг Даже если при этом мы хотим служить Кришне, Шрила Прабхупада Да Вор знает, что если украдет, то будет арестован и посажен в тюрьму. В прошлом он даже мог видеть, как арестовывали других, но тем не менее продолжает красть. Несмотря на то, что он осознает, что находится под властью государства, все же он делает то, что ему хочется. Это называется тамасом, невежеством. Поэтому знание — начало духовной жизни. В Бхагавадгите Кришна дает Арджуне знание. Он учит. Ты не тело. С этого начинается знание. Но в каком университете дают это знание? Доктор Синг Вы можете сказать, в каком университете дают это знание? Доктор Синг Такого университета нет. Шрила Прабхупада В таком положении находится образование. Знания нет. Они выдают невежество за знание. Доктор Синг Но если бы ученые знали, что они нематериальные тела, их взгляды переменились бы. Шрила Прабхупада Да, мы хотим этого, ученик Но они не желают признать своего поражения. Шрила Прабхупада А это очередное проявление их глупости. Если вы выставляете себя умным, то это очередная глупость. Вы не сможете совершенствоваться. Если вы продолжаете упорствовать в своем невежестве и выдаёте себя за человека знающего, то вы мошенник. Вы обманываете и себя, и других. Люди настолько помешаны на материальном прогрессе своей цивилизации, что стали похожими на кошек и собак. К примеру, они создали иммиграционное ведомство. И как только вы въезжаете в страну, эти собаки поднимают лай. Гав, гав, гав. Зачем вы приехали? По какому делу? Это обязанность сторожевых псов. Благовоспитанного человека обыскивают в поисках пистолета. Людям больше нельзя верить. И сейчас развелось так много образованных жуликов и воров. Так в чем же заключается их прогресс? Можем ли мы сказать, что образование означает прогресс? Можно ли назвать это цивилизацией? Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Борьба с невежеством Ученик Некоторые говорят, что одна из причин Вьетнамской войны в том, что коммунисты — атеисты. Это был конфликт между верующими и атеистами. По крайней мере, таково одно из оправданий этой войны. Шрила Прабхупада «Мы готовы бороться с атеистами с помощью проповеди. Уничтожение необязательно подразумевает, что каждый должен взять меч» Доктор Синг «Это что, новый метод ведения войны?» Шрила Прабхупада «Нет. Борьба с невежеством с помощью аргументов и знания велась всегда. Телесное представление о жизни — это животный уровень. Животное не знает о материи и духе. И тот, кто находится под влиянием телесных представлений о жизни, ничуть не лучше животного. Когда животное говорит, умный человек смеется. Такие речи — вздор. От животного нельзя ожидать разумных речей». «Ученик «Но животные, по крайней мере, живут по определенным законам. Они не убивают напрасно и едят только тогда, когда им это нужно. Люди же убивают и едят, даже когда в этом нет необходимости. Выходят, в некотором смысле люди ниже животных» Шрила Прабхупада «Поэтому нам приходится страдать больше животных». «Сознание Кришны — не сентиментальное псевдорелигиозное движение. Это научное движение, цель которого — облегчить человеческие страдания». «Доктор Синг. Ученые, да и другие люди утверждают, что все во Вселенной происходит по воле случая». Шрила Прабхупада «Значит, они пишут книги на эту тему тоже по воле случая». «Карадхара. Книги тоже пишутся случайно», — говорят они. Шрила Прабхупада «Тогда почему им нужно верить?» «Случайно можно написать все, что угодно». «Доктор Синг. Французский ученый, доктор Жак Моно, получил в 1965 году Нобелевскую премию. Он говорит, что в основе всего лежит случайность. Определенные химические элементы случайно соединились и образовали основные молекулы». Шрила Прабхупада «Но откуда появились химические элементы?» «Доктор Синг. Согласно его теории, они были созданы тоже случайно. И когда возникла необходимость, молекулы химических элементов переориентировались». Шрила Прабхупада «Ну, если все произошло случайно, откуда тогда может взяться необходимость?» «Как можно говорить о случайности и необходимости одновременно?» «Это абсурд. Если всем правят случаи, почему люди отправляют своих детей в школу? Почему бы не дать расти им по воле случая?» «Предположим, я нарушил закон. Если я скажу, что это произошло случайно, меня простят?» «Доктор Синг. Значит, невежество явилось причиной преступления». Шрила Прабхупада «Да, причина в моем невежестве». «Ученик. Будет явной глупостью утверждать, что такой чудесный инструмент, как скрипка, был создан случайно?» Шрила Прабхупада «Да, очень прискорбно, что такой человек может получить признание. Он говорит глупости и получает признание». Десятая утренняя прогулка Записано 14 мая 1973 года в парке Чевиот-Хиллс, Лос-Анджелес. Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Синг и другие ученики. Ошибка ученых Шрила Прабхупада Ошибка ученых в том, что они не знают о существовании двух энергий – материальной и духовной. Они говорят, что все материально и что все происходит из материи. Изъянных теорий в том, что они начинают с материи, а не с духа. Поскольку материя возникает из духа, в каком-то смысле все духовно. Духовная энергия – источник, и она может существовать без материальной энергии. Но материальная энергия не может существовать без духовной. Вернее говорить, что темнота зависит от света, а не свет происходит от темноты. Ученые думают, что сознание возникает из материи. На самом деле, сознание существует всегда. Но когда оно покрыто невидением или вырождается под влиянием невидения, то становится одной из форм бессознательного. Итак, материальное подразумевает забвение о Кришне, а духовное – полное сознание Кришны. Это понятно? Постарайтесь понять. Темнота производна от света. Когда света нет, тогда мы находимся во тьме. На Солнце нет облаков. Это не сообразуется с его природой. Но с помощью энергии Солнца временно создаются другие явления – туман, облака или темнота. Эти явления приходящие, в отличие от Солнца. Так и материальная природа временно, а духовная – вечно. Сознание Кришны подразумевает освобождение от этой временной природы и достижение неприходящей духовной природы. Фактически, этой временной природы не желает никто. Никому не по нраву эта облачная атмосфера, доктор Синг. Это затуманенное сознание создается духовной энергией, Шрила Прабхупада. Да, доктор Синг. И материя тоже создается духовной энергией, Шрила Прабхупада. Кришна говорит, «Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня». Кришна – творец всего, плохого и хорошего. На самом деле, плохое и хорошее – это материальное творение. Творение Кришны – добро. Бог – это добро. То, что мы считаем плохим, для Бога является хорошим. Поэтому мы не можем понять Кришну. Он может сделать нечто такое, что по нашим представлениям считается дурным. Но для Него не существует хорошего и плохого. Например, у Кришны было шестнадцать тысяч жен. Некоторые могут критиковать Его. О, Он с ума сходит по женщинам. Но они не видят картину во всей полноте. Кришна настолько могущественен, что распространил Себя в шестнадцать тысяч мужей. Теория о том, что все едино – вздор. Доктор Синг, вы сказали, что туман материальной природы временен. Но почему мы должны беспокоиться о том, чтобы выпутаться из чего-то скоро приходящего? Шрила Прабхупада. «Для чего вы одеваетесь?» «Вы можете ходить раздеты. Через несколько часов погода прояснится. Зачем вы надеваете теплые вещи?» Доктор Синг. «Потому что опасность существует сейчас». Шрила Прабхупада. «Когда бы она не возникла, почему вы делаете это?» «Покрываете свое тело одеждой?» Доктор Синг. «Ну, чтобы избежать неудобств». Шрила Прабхупада. «Да. В противном случае вам будет неудобно». Не беспокоиться об одежде – это теория Майавади. Все придет, само собой, так что зачем беспокоиться, все едино. Это абсурдная теория. Философия Майавади заключается в том, что Бог един, и что все и вся и каждое живое существо равно Богу. У нас не было бы разногласий с химиками, если бы они приняли жизнь за отправную точку. Но, к сожалению, они утверждают, что все начинается с тьмы, мертвой материи. Это то, против чего мы возражаем. Мы говорим «начинайте с жизни». Они говорят «нет, начинайте с материи, с тьмы». Они пребывают в темноте, и причина этого проста. Если кто-либо выходит из темноты на свет, он думает, что темнота была началом. Ну, предположим, всю свою жизнь вы жили во тьме, и теперь внезапно вышли на свет. Вы будете думать «а, свет возник из тьмы». На самом же деле темнота наступает, когда меркнет свет. Тьма не может породить свет. Доктор Синг. То есть темнота зависит от света, Шрила Прабхупада. Да. Или, иначе говоря, в свете нет тьмы. Мы можем понять, что такое темнота, когда меркнет свет. Аналогичным образом, когда наше духовное сознание, то есть сознание Кришны, меркнет, оно становится материальным. Утром мы просыпаемся, а в конце дня устаем и ложимся спать. Когда жизнь так или иначе прерывается, мы засыпаем. Ночью мы спим, а когда просыпаемся утром, то понимаем, что состояние бодрствования, то есть жизнь, не является порождением сна. Я был жив даже тогда, когда спал. И, проснувшись, по-прежнему живу. Это надо четко уяснить. Ребенок рождается из чрева матери. Он думает, что его жизнь началась с того дня, когда он появился на свет из материнского чрева. Но это не так. На самом деле он вечен. Его материальное тело было создано во чреве матери, пока он находился в бессознательном состоянии. И как только его тело развелось в достаточной степени, он вышел из чрева на свет, и сознание вновь вернулось к нему. Доктор Синг. А, умирая, он вновь засыпает? Шрила Прабхупада. Да. Это описано в Бхагавадгите. Вновь и вновь наступает день, и сонмы живых существ пробуждаются к деятельности. Но вот наступает ночь, о Партха, и они беспомощные уничтожаются. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости «Бхагдивиданты с вами Прабхупады. Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости «Бхагдивиданты с вами Прабхупады. Жизнь происходит из жизни». Мы не есть тело. Шрила Прабхупада, вы видите этот цветок? К нему вернулось сознание, но вскоре он завянет и умрет. Такова материальная жизнь. Но духовная жизнь подразумевает только цветение, а не распад. В этом разница между материей и духом. Мне было дано это тело в соответствии с моим сознанием в прошлой жизни. Я получу следующее тело в соответствии со своим сознанием в этой жизни. Это также подтверждается в Бхагавадгите. О каком бы состоянии бытия не вспомнил человек, покидая свое тело, этого состояния он непременно достигнет. Доктор Синк. Шрила Прабхупада, если наше следующее тело формируется в соответствии с сознанием, которое мы имели в предыдущей жизни, то почему я не помню свою предыдущую жизнь? Шрила Прабхупада. Помните ли вы все, что делали в прошлом году или хотя бы вчера? Доктор Синк. Нет. Шрила Прабхупада. Такова ваша природа. Забывать. Доктор Синк. О некоторых вещах. Шрила Прабхупада. Одни забывают больше, другие меньше. Однако мы все забываем. Доктор Синк. Является ли это законом материальной природы? Шрила Прабхупада. Да. Это нечто вроде воровства. Кто-то карманник, а кто-то грабитель банков. Но и тот, и другой воруют. Доктор Синк. Когда мы спим, то нас уносят тонкие элементы. Шрила Прабхупада. Вас уносит природа. Кришна говорит в Бхагавадгите. Под влиянием трех гун материальной природы, сбитая с толку духовная душа, считает себя исполнителем действий, которые на самом деле осуществляются природой. Мы забываем, кем на самом деле являемся, потому что находимся в тисках материальной природы. Первое, что нужно понять о духовной жизни, это то, что мы не тела, а вечные духовные души. Когда-то вы были ребенком. Теперь вы взрослый человек. Где ваше детское тело? Этого тела больше не существует. Но вы по-прежнему существуете, потому что вечны. Тело, существовавшее в прошлом, изменилось. Но вы не изменились. Это доказательство вечности. Вы помните определенные поступки, совершенные вами вчера и сегодня, но забываете об остальных. Ваше вчерашнее тело? Это не сегодняшнее тело. Согласны вы с этим или нет? Вы не можете сказать, что сегодня 13 мая 1973 года. Вы не можете сказать, что сегодня это вчера. Тринадцатое число было вчера. Настал другой день. Но вы помните и вчерашний день. И то, что вы помните об этом, доказывает вашу вечность. Тело изменилось, но вы его помните. Следовательно, вы вечны, хотя тело приходящее. Это очень простое доказательство. Даже ребенок может его понять. Неужели это так трудно понять? Смена тел Доктор Синг Но людям нужны другие доказательства. Шрила Прабхупада Какие другие доказательства им еще нужны? Душа бессмертна. Это простой факт. Я бессмертная душа. Мое тело меняется, но я не меняюсь. Иногда мне приходит в голову мысль. Когда-то я прыгал и играл, но теперь не могу прыгать, потому что мое тело изменилось. Я хочу прыгать, но не могу. Само стремление прыгать вечно, но из-за того, что мое тело состарилось, я не могу этого делать. Доктор Синг Ваши оппоненты возразят, что по их наблюдениям природа сознания такова, что оно остается неизменным только в одном теле. Шрила Прабхупада Это глупость. В Бхагавадгите Кришна объясняет, как воплощенная душа непрерывно переходит в этом теле от детства к старости, так в момент смерти душа переселяется в другое тело. Душу, познавшую себя, этот переход не смущает. Точно так же, как это тело постоянно меняется, я могу наблюдать это каждый день, в момент смерти тоже происходят изменения. Доктор Синг Но, как утверждают ученые, мы не можем воочию наблюдать эту последнюю перемену. Шрила Прабхупада Их глаза настолько несовершенны, что они много чего не могут наблюдать. Из-за их невежества Бхагавадгита не становится ненаучной. Почему ученые не хотят признать несовершенство своих чувств? Сначала они должны признать несовершенство несовершенство своих чувств. Их способность видеть еще не является критерием того, что научно, а что нет. Собаки не в состоянии понять законов природы. Означает ли это, что законов природы не существует? Доктор Синк. Ну что ж, ученые соглашаются с этим аргументом, но говорят, что путь к совершенству проходит через сбор объективной информации и накопление опыта. Шрила Прабхупада. Нет. Это не путь к совершенству. Никто не может стать совершенным с помощью своего несовершенного мышления. А наше мышление должно быть несовершенным, поскольку наши чувства и ум несовершенны. Доктор Синк. Шрила Прабхупада. Но может возникнуть еще один вопрос. Не может ли душа воплотиться в три, четыре или пять тел и затем умереть? Шрила Прабхупада. Вы воплощаетесь в миллионы тел. Я утверждаю, что ваше вчерашнее тело это не ваше сегодняшнее тело. Поэтому если вы проживете сто лет, то сколько раз поменяете свое тело? Вы только посчитайте. Доктор Синк. Тринадцать. Шрила Прабхупада. Почему тринадцать? Доктор Синк. Медицина утверждает, что все клетки тела сменяются каждые семь лет. Шрила Прабхупада. Нет. Не каждые семь лет. Каждую секунду кровяные шарики каждую секунду сменяются. Разве не так? Доктор Синк. Так. Шрила Прабхупада. И как только сменяются кровяные шарики, вы меняете свое тело. Доктор Синк. Выражаясь научным языком, можно ли сравнить вечность души с сохранением энергии? Шрила Прабхупада. О сохранении энергии говорить не приходится. Потому что энергия существует всегда. Доктор Синк. Но на языке науки закон сохранения энергии подразумевает то, что энергия не может быть создана или разрушена. А это и означает, по-видимому, что она вечно. Шрила Прабхупада. О да, с этим мы согласны. Кришна вечен, поэтому все его энергии вечны. Доктор Синк. Поэтому живое существо тоже вечно. Шрила Прабхупада. Да. Если солнце вечно, его энергии, тепло и свет тоже вечны. Доктор Синк. Следует ли из этого, что жизнь не может быть создана или разрушена? Шрила Прабхупада. Конечно. Жизнь вечна. Она не создается и не разрушается. Временно только материальное покрытие. я вечен. Но сегодняшней ночью мое сознание было покрыто сном. Поэтому я мыслю категориями вчера и сегодня. Такова природа материального мира. все духовно. Доктор Синк. Подразумевает ли материальное сознание отсутствие сознания Кришны? Шрила Прабхупада. Да. Доктор Синк. А когда есть сознание Кришны, куда девается материальная природа? Шрила Прабхупада. Если вы продолжите развивать себе сознание Кришны, то увидите, что нет ничего материального. Когда вы предлагаете цветок Кришне, он нематериален. Кришна не примет ничего материального. Но это не значит, что цветок материален на кусте, а затем, когда вы предложите его Кришне, он становится духовным. Нет. Цветок материален только до тех пор, пока вы думаете, что он создан для вашего наслаждения. Но как только вы поймете, что он создан для наслаждения Кришны, то увидите его таким, какой он есть на самом деле духовным. Доктор Синг. Значит, весь мир на самом деле духовен. Шрила Прабхупада. О, да! Поэтому мы хотим, чтобы все занимались служением Кришны. Таков духовный мир. Доктор Синг. Можем ли мы с этой же точки зрения смотреть на творение Кришны? Например, можем ли мы думать, это дерево очень красиво, потому что является собственностью Кришны? Шрила Прабхупада. Да, это сознание Кришны. Доктор Синг. Если кто-то смотрит на Господа Кришну в храме, только как на камень или дерево, что это значит, Шрила Прабхупада? Что он не знает реального положения дел. Как божество в храме может быть материальным? Камень это тоже энергия Кришны. Так же, как электричество есть всюду, но только специалисты знают, как применить его. Так и Кришна есть повсюду, даже в камне, но только его преданные знают, как использовать камень, чтобы увидеть в нем Кришну. Преданные знают, что камень не может существовать отдельно от Кришны. Поэтому, когда преданные видят божество в храме, они говорят «Это Кришна». Они видят истинное дождество Кришны и его энергии. Одновременное тождество и различия Доктор Синг «Верно ли, что тот, кто находится в сознании Кришны, видит Кришну в простом камне так же отчетливо, как и в божестве, вырезанном из камня?» Шрила Прабхупада «Да, доктор Синг «Абсолютно так же?» Шрила Прабхупада «Да, почему бы нет?» В Бхагавадгите Кришна говорит «Энергия Кришны, то есть Кришна в своей частично проявленной форме, пронизывает каждый атом Вселенной, но его полностью проявленная личностная форма присутствует в изображении Господа, изваянном в соответствии с его указаниями. Это философия одновременного единства и различия Господа и его энергий. Например, когда ваша комната залита солнечным светом, это не значит, что само солнце находится в ней. Солнце и его различные энергии, такие как тепло и свет, качественно одинаковы, но количественно различны. Доктор Синг, и тем не менее вы говорите, что можно увидеть Кришну в обыкновенном камне? Шрила Прабхупада, да, отчего нет? Мы можем воспринимать в камне энергию Кришны, доктор Синг, и можем поклоняться ему, находящемуся в камне, Шрила Прабхупада. Мы можем поклоняться ему, поклоняясь его энергии, содержащейся в камне, но нельзя поклоняться камню, как Кришне. Мы не можем поклоняться этой скамейке, как Кришне, но мы можем поклоняться всему, поскольку воспринимаем все, как энергию Кришны. Это дерево тоже достойно поклонения, поскольку и Кришна, и его энергия достойны поклонения. Но это не значит, что мы почитаем это дерево так же, как божество Кришны в храме. В детстве родители учили меня никогда не тратить попусту энергию Кришны. Они учили меня, что даже если зернышко риса попало в щель между досками пола, я должен поднять его, коснуться им лба и съесть его, чтобы оно не пропало даром. Меня учили, как все видеть связанным с Кришной. Это и есть сознание Кришны. Поэтому мне не нравится, когда что-то пропадает или используется не по назначению. мы учим своих учеников, как можно использовать все для Кришны и как понять, что Кришна есть все. Кришна говорит в Бхагавадгите «Тот, кто видит меня повсюду и видит все во мне, никогда не утратит меня и не будет потерян для меня». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Одиннадцатая утренняя прогулка Записанная 15 мая 1973 года в парке Чевиот-Хиллс Лос-Анджелес Шрила Прабхупаду сопровождают доктор Синг и другие ученики. Поиски души Доктор Синг «По мнению ученых увидеть духовную душу очень трудно. Они говорят, что ее существование весьма сомнительное» Шрила Прабхупада «Как они могут увидеть ее? Она слишком мала, чтобы ее можно было увидеть. У кого такое острое зрение?» Доктор Синг «И все же они хотят каким-либо образом ощутить ее». Шрила Прабхупада «Если человеку ввести одну сотую грана смертельного яда, он мгновенно погибнет. Никто не может видеть ни сам яд, ни то, как он действует, но, тем не менее, он действует. Так что почему бы ученым не признать существование души, наблюдая ее деятельность? В таких случаях о присутствии чего-нибудь судят по внешним проявлениям. Ведок говорится, что все тело функционирует только благодаря крошечной частице, называемой душой. Если я ущипну себя, то тотчас почувствую это, потому что весь кожный покров тела чувствителен. Но стоит душе уйти из тела, когда мое тело умирает, и ту же самую кожу можно резать, кромсать, не боясь ничьих протестов. душе не 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 свидетельствует ли это о наличии души? Доктор Синг, таким способом можно обнарушить душу. А как насчет Бога? Шрила Прабхупада Прежде всего нужно постичь душу. Душа копия Бога. Если вы сможете понять копию, то сумеете понять и целое. Современная наука благо или вред? Доктор Синг, сейчас ученые предпринимают попытки создать жизнь. Шрила Прабхупада предпринимают? Попытки? Но это же смехотворно. Мы не признаем этого. Нищий говорит, я пытаюсь стать миллионером. Мы отвечаем, сначала станьте миллионером, а потом говорите. А сейчас вы жалкий нищий и всего только. Ученые говорят, что они пытаются, но, предположим, я спрашиваю вас, кто вы? ответите ли вы на это, я пытаюсь стать? Ну, кто вы сейчас? Вот в чем вопрос. Мы пытаемся, нельзя даже назвать ответом, не говоря уже о том, чтобы называть это научным утверждением. Доктор Синг, ну, что ж, несмотря на то, что до сих пор они не смогли создать жизнь, они говорят, что скоро сумеют это сделать. Шрила Прабхупада Любой может так сказать. Если вы говорите, в будущем я смогу сделать нечто необычайное, почему я должен вам верить? Доктор Синг, ну, ученые говорят, что добились многого в прошлом, еще больше сделают в будущем. Шрила Прабхупада В прошлом люди умирали, и сейчас они продолжают умирать. Чего добились ученые? Доктор Синг, они помогали людям, Шрила Прабхупада. Ученые помогли сократить продолжительность жизни. Прежде люди жили сто лет, теперь они редко живут больше шестидесяти или семидесяти лет. А еще ученые открыли атомную энергию. Теперь они могут убивать людей миллионами. Так что они помогают людям только умирать. Они не помогают нам жить, и все же у них хватает смелости заявлять, что они создадут жизнь. Доктор Синг, но сейчас у нас есть самолеты, Шрила Прабхупада. Ученые не в состоянии остановить смерть. Они бессильны остановить рождение. Они не могут остановить болезни и старость. Так что же они сделали? Раньше люди старели и сейчас стареют. Раньше люди болели и теперь болеют. Сейчас стало больше лекарств и больше болезней. Так чего же они достигли? Ученые не помогли улучшить положение в мире. Мы бросим вызов всем этим ученым, которые говорят, что жизнь возникает из материи. На самом деле материя возникает из жизни. Мнимый прогресс Шрила Прабхупада «Как долго может наука морочить людей? Сто лет, двести. Ученые не смогут делать это бесконечно». Доктор Синг «Обман в мире существует с незапамятных времен, поэтому они, возможно, думают, что смогут лгать всегда». Шрила Прабхупада «Нет, не с незапамятных времен. Наука обманывает людей только последние двести или триста лет, не более». Доктор Синг «В самом деле?» Шрила Прабхупада «Да, они проповедуют, что жизнь возникла из материи только на протяжении последних двухсот лет, а не тысячелетий и с ложью будет покончено в ближайшие пятьдесят лет». Доктор Синг «Да, сейчас ширится так называемое антиинтеллектуальное движение. Люди восстают против науки и современного прогресса». Шрила Прабхупада «А что это за наука?» «Это не наука. это невежество. Невежество выдают за науку, а неверие за религию. Но этот обман не может длиться долго, потому что у многих людей открываются глаза». Доктор Синг «В Нью-Суике одном из крупнейших журналов Соединенных Штатов Америки была опубликована статья о вырождении христианства. Статья сопровождалась карикатурой, на которой был изображен дьявол, вызывающий землетрясения. Недавно в Южной Америке произошло очень большое землетрясение, погубившее тысячи людей. Карикатура приписывала подобное явление дьяволу, а рядом с ним был изображен Ричард Никсон, который представляет себя последователем Христа, бомбящей Юго-Восточную Азию. На этой карикатуре дьявол, обращаясь к Никсону, говорит, дьявольски трудно угнаться за христианами. Шрила Прабхупада Да, люди будут критиковать. Они становятся более просвещенными. Сколько их могут водить за нос так называемая наука и так называемая религия? Если господин Никсон любит своих соотечественников, то почему он не любит коров в своей стране? Они рождаются в той же самой стране, и имеют такое же право на жизнь, как и люди. Почему их убивают? Не убей! Однако животных убивают. Это несовершенство. Кришна обнимает и коров, и радхарани. Вот это совершенство! Кришна разговаривал даже с птицами. Однажды на берегу реки Ямуна Он беседовал с птицей, поскольку он говорит даже на языках птиц. Одна пожилая женщина увидела это и была поражена. Боже мой! Он разговаривает с птицей. Доктор Синг, вы хотите сказать, что он действительно говорил на птичьем языке? Шрила Прабхупада. Да, это одно из записанных в ведах качеств Кришны. Он может говорить на любом языке. Он отец всех живых существ, а отец может понимать язык своих детей. Кришна верховный наслаждающийся. Фактически никто не может иметь истинного знания и не может наслаждаться, кроме тех, кто находится в сознании Кришны. Человек страдает, но принимает свое страдание за наслаждение. Это называется майей, иллюзией. В Америке люди, не покладая рук, трудятся дни и ночи напролет, и думают «мы наслаждаемся». Это майя. Обусловленная душа ничем не может наслаждаться. Она только страдает, но думает, что наслаждается. Поэтому в Шримад-Багаватам обусловленную душу сравнивают с верблюдом. Верблюд очень любит есть колючки, которые режут его язык. Когда он их ест, из его языка течет кровь и смешивается с колючками. Это придает им какой-то вкус, и он думает, «Ах, какие чудесные колючки!» Это называется майей. Майя означает «то, чего нет». «Ма» означает «нет», а «я» «это». Таким образом, майя означает «не это». Таково объяснение майи, иллюзии. Ученые пребывают в майи, поскольку думают, что все совершенствуют и станут счастливы. на этот мир вместе со всем, что в нем есть, в конце концов, будет уничтожен, поскольку он майя. Он не то, за что мы его принимаем. Как объясняется в Шримад Багаватам, материалисты думают, что одерживают победу за победой, но на самом деле они терпят поражение за поражением. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактиведанте Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» вы сможете послушать в это же время в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактиведанте Свами Прабхупады «Жизнь происходит из жизни» Двенадцатая утренняя прогулка Записано 17 мая 1973 года туманным утром в парке Чевиот-Хиллс Лос-Анджелес Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Синг Каранхара Дас-Адхикари и другие ученики. Ягическое оружие Шрила Прабхупада «Вы не можете сделать так, чтобы этот туман исчез». Ученые просто объясняют, что представляет собой туман с помощью словесных уверток, говоря, что он состоит из таких-то и таких-то химических элементов смеется. «Но они не могут рассеять его». Доктор Синг «Они могут объяснить, как образуется туман». Шрила Прабхупада «Они могут объяснить и я могу, но это небольшое достижение. Если вы действительно знаете, как он образуется, то должны уметь противодействовать ему». Доктор Синг «Мы знаем, как он образуется». Шрила Прабхупада «Ну, тогда найдите способ противодействовать ему». Прежде во времена ведических войн использовалось атомное оружие брахмастра и, чтобы защититься от него, армия противника пользовалась оружием, превращавшим его в воду. «Но где вы найдете эту науку в наши дни?» Доктор Синг «Туман — это что-то вроде молока. Молоко только кажется белым. На самом же деле это коллоидная взвесь определенных белковых молекул. Туман тоже коллоидная взвесь капелек воды». Шрила Прабхупада «Поэтому если бы вам удалось зажечь огонь определенного вида, туман тотчас рассеялся бы. Но вы на это не способны. Если вы взорвете бомбу, выделится тепло, и туман рассеется». Каранхара «Но от этого может пострадать целый город». Шрила Прабхупада Всем известно, что огонь может нейтрализовать действие воды. Но вы не можете рассеять туман, не убив людей или не причинив разрушений. Однако по законам природы, как только восходит солнце, туман рассеивается. Могущество солнца превосходит ваше. Поэтому вы должны признать существование непостижимой силы. Качество Бога Шрила Прабхупада Не признав существование непостижимой силы, никто не сможет понять Бога. Бог не так прост, чтобы каждый так называемый йог мог стать Богом. Такие псевдобоги хороши для мошенников и глупцов. Те, у кого есть разум, проверят, обладает ли такая личность непостижимой силой или нет. Мы называем Кришну Богом, потому что Он всем продемонстрировал свою непостижимую силу. Когда Он был ребенком, Он поднял большой холм, а Господь Рама воплощение Кришны построил мост без опор, заставив камни держаться на воде. Поэтому никого не следует признавать Богом без серьезных на то оснований. В наши дни появляется какой-нибудь мошенник и заявляет «Я воплощение Бога», а другой мошенник признает его. Но Господь Рама и Господь Кришна на деле продемонстрировали свою непостижимую силу. Иногда люди говорят, что рассказы об их деяниях сказки или мифы. Но эти произведения были написаны Валмики, Вьясадевы, другими очарьями, которые были великими мудрецами, обладавшими обширными познаниями. Чего ради эти великие мудрецы стали бы тратить время на сочинение мифов? Они никогда не говорили, что это мифология. Они считали все эти рассказы описаниями подлинных событий. Например, в десятой песне Шримад Бхагаватам Вьясадева рассказывает о пожаре, случившемся во Вриндаване. Пастушки, друзья Кришны, встревожились и смотрели на Кришну в ожидании помощи. И тогда Он просто проглотил весь огонь. Такова непостижимая мистическая сила. Таков Бог. Поскольку мы являемся крошечными подобиями Бога, Кришны, то тоже обладаем мистической силой, но только в очень незначительных количествах. Научное знание исходит от Кришны. Кришнаканси врачей поражает сложная природа человеческого мозга. Шрила Прабхупада Да, но не мозг заставляет тело действовать, а духовная душа. Разве компьютер работает сам по себе? Нет, его приводит в действие человек. Он нажимает кнопку и только тогда что-то происходит. Без этого машина ничего не стоит. Машина может стоять тысячи лет, но она не заработает, пока не подойдет человек и не нажмет кнопку. Но кто же действует? Машина или же человек? Человеческий мозг тоже машина, и он действует под управлением параматмы, экспансии Бога, находящиеся в сердце каждого живого существа. Ученые должны признать Бога и его мистическую силу. Опираясь на это трансцендентное знание, мы бросаем вызов многим крупным ученым и философам. на днях вы приводили этого химика, и я сказал ему, вы не правы, но он не рассердился, он признал это, и я опроверг все его аргументы. Вы помните, доктор Синг? Да, действительно, он признал, что, по-видимому, Кришна не раскрыл ему полностью методику, необходимую для проведения его экспериментов. Шрила Прабхупада, он против Кришны, так с какой стати Кришна должен предоставлять ему какие-либо возможности? Если вы против Кришны и хотите заслужить хорошую репутацию, обойдясь без Кришны, то потерпите поражение. В первую очередь нужно быть очень смиренным, и тогда Кришна предоставит вам все возможности. Мы готовы встретиться с любым ученым или философом и бросить ему вызов. Каким образом? Благодаря Кришне. Я знаю, что когда буду говорить с ними, Кришна даст мне разум, необходимый для того, чтобы победить их. Во всех остальных отношениях по своей научной подготовке они гораздо квалифицированнее. По сравнению с ними я профан, но мы знаем Кришну, а Кришна знает все. Поэтому мы можем бросить вызов любым ученым, так же, как маленький ребенок может смело спорить с любым взрослым, поскольку знает мой отец рядом. Он крепко держится за руку отца, который заботится о том, чтобы его никто не обидел. Доктор Синг, те, кто не пытается понять сознание Кришны, напрасно проживают свою человеческую жизнь, Шрила Прабхупада. О, да! Люди, которые не пытаются осознать свои взаимоотношения с Богом, умирают, как животные, кошки и собаки. Они рождаются, едят, спят, производят на свет потомство и умирают. Таков итог их человеческой жизни. Они думают «мы тело». Они ничего не знают об этой атме. Слово атма означает «я», то есть индивидуальная душа. Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита дают нам знания об атме, но людям ничего не известно об этом. Люди не имеют понятия о знании, предназначенном для человеческого общества, которое изложено в ведической литературе. Например, веды сообщают нам, что коровий навоз чист. Особенно здесь, в Америке, люди выводят своих собак на улицу, чтобы те могли исправить свою нужду. Собачьи испражнения, разумеется, очень нечисты, это идеальная питательная среда для бактерий, но люди такие мошенники, что совершенно не считаются с этим, так что на каждом шагу можно наткнуться на собачьи испражнения. А вот коровьего навоза нигде не видно, несмотря на то, что веды говорят, что он чист. Вот надпись «Сорить запрещается», но собачьи испражнения оставлять можно. Только подумайте, насколько люди глупы. Бросать бумагу на траву запрещено, но ваша собака может на ней гадить сколько угодно. Власти не позволят вам вывезти из другой страны даже один единственный плод манго. Но вашей собаке они разрешат оставлять свои испражнения где угодно, хотя эти экскременты источники всякой заразы. космическая программа пустая трата времени и средств декор доктор Синк когда астронавты вернулись с Луны на Землю ученые занятые в космической программе отнеслись к этому с опаской они предполагали что астронавты могли принести неизвестные разновидности бактерий поэтому посадили их на несколько дней на карантин чтобы убедиться что Шрила Прабхупада но прежде всего нужно выяснить действительно ли они летали на Луну я не очень в этом уверен 16 лет назад когда я писал книгу легкое путешествие на другие планеты я отметил что в своих попытках исследовать внеземное пространство ученые похожи на детей и никогда не добьются успеха много лет спустя когда я приехал в Сан-Франциско один репортер спросил меня что вы думаете о полете на Луну я ответил это пустая трата времени и денег больше ничего кришна канти недавно космическая программа потерпела еще одну неудачу шрила прабхупада это происходит постоянно что случилось на этот раз кришна канти они вывели на околоземную орбиту космический корабль в качестве своего рода космического аванпоста но корабль упал это обошлось в два миллиарда долларов шрила прабхупада почему они так швыряются своими деньгами и тратят на это время кришна канти их критиковали в газетах шрила прабхупада они просто инфантильные глупцы ну чего они добились за последние сколько лет сколько лет они стремились попасть на луну доктор синг больше десяти в 1957 году Россия начала со спутника шрила прабхупада да но готовиться к этому они начали намного раньше так что допустим они занимаются этим 25 лет они ничего не добыли кроме пыли но попыток своих не оставляют какое упрямство космическая программа никогда не увенчается успехом доктор синг но они говорят что в будущем хотят отправиться на марс шрила прабхупада все они становятся большими людьми постоянно толкуя о будущем доктор синг они говорят что это произойдет примерно через десять лет шрила прабхупада даже если бы они сказали через год что с того они могут сказать десять лет или год но мы не принимаем таких заявлений мы хотим увидеть что они делают сейчас доктор синг они совершенствуют свою технологию на небольших моделях шрила прабхупада они просто дети в детстве я любил наблюдать как трамваи ходят по рельсам однажды мне пришло в голову возьму кая палку дотронусь ей до провода и тоже поеду по рельсам ученые со своими планами такие же дети они тратят так много времени и средств но ради чего их усилия тщетны потому что на самом деле они не знают цели жизни ученые расходуют огромные средства а политики финансируют их но результат их деятельности равен нулю они подобны врачу который не сумев толком поставить диагноз все же говорит пациенту хорошо попробуйте сначала это лекарство а если оно не подействует вот это такой врач никогда не признается что не знает чем можно излечить эту болезнь ученые просто блефуют они не могут разрешить истинных проблем жизни проблем рождения смерти старости и болезней а потому все их программы утопичны на санскрите это называется цветок с неба все их попытки познать истину с помощью исследований космоса подобные попытки достать цветок с неба в качестве другого примера ученых можно сравнить с цаплями в Индии иногда можно видеть как цапля целый день ходит за быком она думает что бычья мошонка это рыба в Индии это обычная картина идет бык а за ним цапля которая не отрывает глаз от этой большой рыбы думая когда она упадет я ее съем уважаемые радиослушатели продолжение чтения книги его божественной милости бактивиданты с вами прабхупады жизнь происходит из жизни вы сможете послушать в наших следующих передачах и то у не у не у Продолжение следует...